МОНАКО Быть может, именно это место лучшее для Медового месяца. В Монако мы попали в рамках своего свадебного путешествия и приехали туда на машине. Там все, во-первых, в Сепантинах, очень крутые повороты на 180 градусов. То есть Ира, которая ездила на механике буквально второй день, она вот в этих поворотах, в подъемах была очень напряжена и не успевала смотреть даже по сторонам. И поэтому, наверное, первое для нее впечатление – это дороги. Так как Монако вообще считается столицей, где самое главное в этом государстве даже казино, то все построено вокруг казино. Первое, что мы приехали и увидели – это казино. И так мы приехали вечером, то очень большое количество людей, шикарных машин, экскурсий, автобусов – все это было сосредоточено возле казино. Там все женщины и мужчины все в длинных вечерних платьях, все в смокингах, с бабочками, то есть даже как-то себя почувствовали не очень уютно в этот момент. Все сверкает, все горит, все просто переливается, то есть очень красиво. Эта площадка около казино, она была невероятной красоты, то есть все такие состоятельные мужчины, женщины на дорогих автомобилях приезжают, там открывают двери, подают руки, проводят в казино, то есть там огромное количество народу, который нас этот смотрит. И в принципе вот это впечатление было, наверное, самым запоминающимся в тот день, когда мы приехали в Монако. На следующий день мы решили пойти на развод караула у принца Альбера. Это который… принц Альбер – это принц княжества Монако. То есть каждый день в 12 часов происходит развод караула, как в Москве на Красной площади, так и в Монако. До этого так мы стали не в 12 часов, а немножко пораньше, решились пройти по тем же местам, где были вечером, решились пройти и днем. И совершенно другое чувство, когда видишь белоснежные яхты, залитые светом, там чайки летают, так все это вокруг обходишь. Княжество, оно находится также на горе, и буквально там смотровая площадка, есть там все, как на ладони видно, потрясающий вид, нетемной красоты. Как говорят, увидеть Париж и умереть, а назад мы поняли, что увидеть Монако и умереть, потому что красота, конечно, неописуемая. Я на самом деле являюсь поклонником гонок Формула-1, и для меня город Монако – это был как еще один из… Там проходит один из гран-при. Я, к сожалению, на гран-при не попал, на гонку саму, но мы приехали, и гонка сама в Монако проходит по городским улицам. То есть нет там отдельной трассы, это городская улица. И выходишь, спускаешься на набережную, и на главной дороге, которая идет по набережной, прямо начерчены стартовые… Ну, стартовые решетки, когда начерчены, где останавливаются машины Формулы-1, когда стартуют. Там очень много магазинов, где продают Феррари, где продают сувениры Феррари. Там все посвящено Формуле-1, и в основном Формула-1 связана с Феррари. В самом городе, причем очень много Феррари ездит, и это буквально для них такие машины, просто повседневные машины, на которых может проехать какой-нибудь состоятельный себе человек. Ну, надо сказать, что большинство гонщиков Формулы-1 живет в Монако. Из всех мест, где мы отдыхаем, мы пытаемся находить и привозить какие-нибудь магниты, сувениры, и мы недавно начали коллекционировать тапки. Сувенирные тапки, на которых изображена и написана какая-либо страна или место. Где мы находились. Да, и нам не составило труда никакого найти в Монако тапочек, и он подойдет в почетное место на нашем холодильнике с магнитами. Редактор субтитров А.Семкин